Здравствуйте, с вами снова Александр и сегодня я хочу рассказать вам о коляске Britax B-Motion. Вот эта коляска, она бывает в исполнении с четырьмя колесами и с тремя колесами. Также я в обзоре постараюсь рассказать вам про то, как можно установить на это шасси детскую автолюльку Reomer и как сделать из нее полноценную внедорожную коляску. Свой подробный обзор о коляске Britax B-Motion мне хочется начать непосредственно с прогулочного блока. Кстати, вес прогулочного блока, кому это важно, 10,5 кг. Что нравится мне лично в этой коляске? Мне нравится, как сделан козырек. Вы можете посмотреть, вам прекрасно видно, какой он глубины, но здесь есть особенность. Вы можете расширить этот козырек простым движением. Открываем замок и получаем третью секцию, в которой установлена москитная сетка и ребенок может спокойно принимать солнечные ванны. Для удобства родителей в козырьке есть смотровое окно, также с москитной сеткой. Сквозь нее хорошо видно ребенка, чем он там занимается при прогулке. Регулировка ручки по высоте осуществляется очень простыми движениями. Здесь с внутренней стороны присутствуют две кнопки. Нажимаем одновременно и наклоняем туда, куда нам нужно. Под любой рост родителей можно отрегулировать ручку. Кстати, также для родителей в спинке коляски предусмотрен огромный карман. Вот смотрите, какой он глубины. Сюда можно положить что угодно – книжку, памперсы, бутылочку для ребенка. Сюда поместится, собственно, все. Что касается регулировки высоты, регулировки наклона спинки. Сейчас я вам покажу. Здесь на задней части видно прекрасно, что здесь используется система ремней. Мы натягиваем и, соответственно, таким образом осуществляется регулировка. Отпускаем в любом месте, где нам удобно. То бишь нету никаких ступеней. Регулируем так, как нам хочется. Что касается безопасности ребенка. В коляске предусмотрена система пятиточечных ремней. И что немаловажно, на этих ремнях, на плечевой зоне ребенка, установлены специальные мягкие накладки, которые не дают травмировать ребенка. Также здесь для безопасности установлен вот такой интересный бампер, который очень легко ставится и снимается. Чтобы посадить ребенка, спокойно убираем, посадили и ставим обратно. Кстати, еще я вам сейчас покажу, насколько сильно отклоняется спинка. Превращается все в полностью горизонтальное положение. И можем возить ребенка, в принципе, даже с рождения. Регулировка ножек осуществляется очень простым движением. Давим, убирается вниз. Выдавливаем с внутренней стороны. Получаем ровную поверхность. Эта вся часть выполнена из очень жесткого материала, который спокойно выдерживает ножки ребенка. Если вдруг, например, жарко на улице, здесь откидывается задняя часть. Вам прекрасно сейчас это видно. И образуется... В этой части вы видите москитную сетку. Заглядь чему, если мы откинем кармашек, образуется хорошая вентиляция спальной части коляски. Что касается шасси. Шасси сделано из алюминия. Это достаточно прочная конструкция. И очень долговечная. Но какая прелесть именно этой коляски. В чем ее фишка, особенность. Здесь установлены большие колеса. Они надувные. Что дает очень хорошую плавность хода коляски. Передние колеса также надувные. Единственное, они чуть меньшего радиуса. На мой взгляд, это абсолютно не важно. По любой поверхности коляска ездит хорошо. Также для дополнительного комфорта, плавности хода установлены пружины. Которые в совокупности с надувными колесами дают очень хорошую, реально хорошую плавность хода на плохой поверхности. Также, если вдруг будет плохая дорога, вы можете заблокировать колеса. Вот таким образом. И спокойно передвигаться по плохой дороге. И раз уж мы заговорили о колесах, то я, как и обещал, покажу вам сейчас, как превратить эту коляску в хороший внедорожник. Сейчас я вам все продемонстрирую. Для этого нужно снять маленькие колеса. Делается это все очень просто. Нажатием вот этой кнопочки. Вот смотрите. Все это, все элементарно. И устанавливаем внедорожный комплект. Это выглядит все вот так вот. Большие колеса. Они такие же по диаметру, как и сзади. Единственный минус, они не поворотные. Теперь коляска превратилась в реально проходимую хорошую коляску. Ей сейчас все равно, какая будет поверхность. Хоть снег, хоть грязь. Это сейчас для нее уже не важно. Единственное, как я уже говорил, минус, это неповоротная система колес. А сейчас я хочу рассказать вам про люльку в Ritex B-Motion. Для того, чтобы ее установить на шасси, сейчас я вам покажу. В комплектацию с коляской Ritex B-Motion входят вот такие адаптеры. Они нужны для того, чтобы установить на нее люльку и автолюльку. Сейчас я поставлю обратно. Что касается непосредственно люльки Ritex B-Motion. Она выполнена в классическом стиле. Это хорошо, потому что классические люльки, они всегда очень вместительные. Размер люльки в длину внутри 76 см, в ширину 33 см, а в глубину 21 см. Ткань, из которой выполнена люлька, она очень плотная и непродуваемая. В плохую погоду ребенок будет хорошо защищен от плохой погоды. В комплектацию входит накидка на ножки со специальным бортиком, который не дает ветру дуть лицо ребенку. Также в комплектацию входит дождевик, чтобы вы в дождь могли защитить своего ребенка от дождя. В люльке есть матрасик. Толщиной приблизительно 2,5-3 см. Он достаточно плотный и не очень мягкий. Было бы очень плохо, если бы он был мягкий. А вот в комплектацию также входит, точнее говоря, это не комплектация даже, а в самой люльке, как вы можете обратить внимание, есть специальный удерживающий пояс, чтобы ребенок, младенец, не перевернулся самопроизвольно, случайно. Дно в люльке, оно деревянное. Это очень хорошо для спины вашего маленького ребенка. Это все, что хотелось сказать про люльку. Единственное, еще покажу, как складывается здесь козырек. Нужно нажимать специально две кнопочки, с двух сторон нажимаем, и получается у нас так, раз, два, три положения козырька, нет, даже четыре. А сейчас я вам покажу, как и обещал, как сюда устанавливается автолюлька. Я ее подготовил. Люлька – это компания Ремер. Коляска дружит только с брендом Ремер. Никакие другие бренды сюда, в принципе, невозможно установить. Также устанавливается на адаптеры, которые я вам показывал. В люльке специально есть место для этого. И вот так это выглядит. Это очень удобно, если вам нужно поехать в поликлинику, быстро в магазин за покупками, в торговый центр, чтобы не брать с собой большую люльку. Вы берете только автолюльку и шасси. Тем самым очень экономя место. И, как вы уже заметили, я показывал вам люльки специально на шасси от Britax B-Motion 3. Эта модель отличается от Britax B-Motion 4, как вы видите, одним колесом спереди. И немножечко колеса в Britax B-Motion 3 увеличенного диаметра, в отличие от ее второй модели. Собственно, и это вся разница. И она, на мой взгляд, лично немножечко маневреннее, чем четырехколесная версия. А также для людей, кому нужна более облегченная версия, в компании Britax есть модель Britax B-Agile. Сейчас я вам ее покажу. Вот эта коляска. Визуально они с B-Motion практически одинаковые. И отличия, на самом деле, невелики. Она легче за счет того, что колеса у нее выполнены не из резины, они пластиковые. И задние колеса тоже пластиковые. И также убрали, в отличие от B-Motion, сейчас вы будете это наглядно видеть, дополнительные амортизирующие пружины. Она немножечко жестче. И в модели B-Agile нет вот этой вот регулировки по высоте ручки. Здесь она статичная и жесткая. Но это, в принципе, ничего страшного. Здесь вы получаете, в принципе, тот же прогулочный блок, что и B-Motion. Они больше ничем не отличаются абсолютно. Но она гораздо легче. Поэтому, кому нужна легкость, в принципе, можно обратить на нее внимание. И на примере коляски Britax B-Agile я покажу ее самую сильную сторону. Это ее компактность. И продемонстрирую, как ее легко сложить и разложить. Для того, чтобы сложить коляску, что нам для этого нужно? На раме здесь есть кнопочка, которую нужно надавить и утопить немножечко вглубь. Она зафиксируется. И далее на сидушке под ребенком есть вот такой ремешок. Надеюсь, его вам видно хорошо. За него дергаем. Все, заблокировалась коляска с помощью вот этого фиксатора. Также, чтобы разложить коляску, отгибаем фиксатор. И открываем коляску. Все, можно пользоваться. Ничего сложного в этом нет. Подведем итоги. Эти коляски Britax B-Motion и B-Agile в среднем ценовом сегменте имеют очень хорошее соотношение цены и качества. Ну а, собственно, выбор, как всегда, остается за вами. И в заключение я хочу поблагодарить магазин Первая коляска за предоставленный нам обзор коляски. Ну а с вами был Александр. Подписывайтесь на мой канал и удачи вам. Всего доброго.